Уважаемые делегаты 6-й региональной конференции, руководители и представители организаций российских соотечественников страны Северной и Латинской Америки, Дорогие друзья из страновых комбинационных советов американского региона, уважаемый посол Российской Федерации в Канаде Георгий Наричев, большое спасибо за то, что вы принимаете нашу конференцию здесь. Александр Васильевич, тоже большое спасибо, что вы как всегда возглавляете эту конференцию и направляете в нужном русле. Да, ну как пусть, но все равно чувствуется рука, и это должно быть. Дорогие друзья, мы собрались с вами в Канаде, чтобы прежде всего как следует проанализировать нашу деятельность на нашем крепнущем и постоянно убирающем силу массовом добровольном общественном движении. Я подчеркиваю, не надо забывать эти слова основные, базовые слова, массовое добровольное общественное движение, которое мы с вами возглавляем. Итак, за последнее, что было сделано за последние полные 9 месяцев после проведения нашей пятой, успешной, прошлой конференции, которую провели в Перу. Идея руководства страны о создании и развитии единой и дружной российской и зарубежной диаспоры можно признать успешно, которая успешно проводится. Мы с вами должны констатировать это обязательно и в нашей резолюции. В первую очередь, как мы, всегда будем рады, естественно, здесь на конференции, выслушать выступления всех делегатов, которые, я уверен, поделятся с нами достижениями и успехами в работе своих странных организаций и поделятся также своим бесценным опытом в этой работе. Для этого их наверняка и направили на конференцию с определенными полномочиями и наказами их странной организации, рядовые члены организации соотечественников на местах. Уверен, что они захотят рассказать не только о конкретных достижениях в жизни соотечественников в их странах, но и расскажут нам о возникших проблемах и недостатках в работе своих общественных коллективов. Если понадобится, то мы обязательно, а это наверняка понадобится, и мы должны это сделать, мы обязательно должны обсудить на конференциях, как скорректировать эти допущенные ошибки, чтобы не повторять их в последующей работе. Нам будет также интересно встретиться, в общем-то мы уже начали этот процесс, как говорил Горбачев, процесс пошел, с приглашенными из России на нашу конференцию представителями руководства официальных российских организаций, чтобы сверить наши общие действия и узнать о вероятности необходимой поддержки с их стороны для наших организаций. Веснить даже о какой конкретной помощи со стороны государства мы можем рассчитывать в нашей дальнейшей работе. Напомню, что по итогу резолюции нашей последней первой конференции так было записано, цитата, пригласить принять участие в работе 6-й региональной конференции представителя Центрального аппарата правительства Москвы Россотрудничества фонда «Русский мир», представителя руководства Департамента консульской службы МИД Российской Федерации. Ну, насколько я знаю, ознакомившись со списком делегатов нашей конференции, к сожалению, единственное, кого я не вижу, это представители ДКС МИДа. Мы все-таки с вами в прошлый раз в Перу приняли это решение, но я не знаю, почему, так сказать, он все-таки не приехал на нашу конференцию. Однако я хотел бы остановиться на одном моменте, я хотел бы, чтобы вы поняли меня правильно, не потому что я был как пострадавший, что называется, чуть был не пострадавший. Вот, и дело не идет только о правительстве Канады. Но с самого начала я хотел бы выразить свое сожаление, что приходится прежде всего обратить ваше внимание на тот факт, что данная конференция проходит в довольно тяжелых условиях. отсутствует ряд делегатов, которые нам написали, что именно по визовым причинам они не смогли участвовать в конференции, я имею в виду Парагвайку, Старику, есть делегат от Кубы, которым тоже не дали видеть делегат от Мексики, который так не приехал. Но в Мексике в данном случае все решилось в самый последний момент. Спасибо, опять же, послу Российской Федерации, вам большое спасибо, Георгий НМ, за поддержку. Впервые не все страновые координационные советы Латинской Америки смогли прислать своих делегатов на свой региональный сбор, уже, в общем-то, ставшим традиционным. Как я вам сказал, что это произошло из-за внезапных возникших этих трудностей с выдачей их из канадского правительства. Хотелось бы надеяться, что это не носит какой-то тенденциозный характер и направлен непосредственно против нашего зарождающего массового движения. Но, с другой стороны, было бы наивным полагать, что абсолютно всем властным структурам в наших странах проживания по душе достигнуты нами успехи по сплочению зарубежных российских общин. Мне кажется, особенно на американском континенте. Недаром в средствах массовой информации в Америке открыто пишут, что, даже такую цитату я могу привести, Госдепартамент США объявил российские программы поддержки соотечеству за рубежом политическими провокациями, которые должны отслеживаться и пресекаться. Более того, хочу призвать вас к пониманию того, что политическая, экономическая и социальная ситуация в мире складывается в последнее время таким образом, что противостояние нашему успешному развитию нашего движения российских соотечественников будет все более возрастать. Определенные силы, мягко говоря, раздражены нашими общими усилиями распространениями пропаганды всего русского в наших странах, русской культуры, русского языка, русской истории, русского духа, русских самобытных традиций, русской веры. Особенно их раздражает наше общее желание соотечественников влюбить Родину и активно участвовать в ее жизни, хотя мы волей судьбы живем в других странах, находимся далеко от нее. Они все чаще против нашего естественного стремления к самоорганизации и объединению соотечественников. Я не сгущаю краски, поймите правильно, но несмотря на все достигнутые нами в последние годы успехи, мы должны быть готовы и к такому развитию событий. Однако, несмотря ни на что, мы с вами знаем реальное положение дел в нашем движении соотечественников и, с одной стороны, нашими скромными, но важными достижениями в этой общественной работе является, я кратко поделюсь с вами той ситуацией по выполненному, пройдемся по списку нашей последней итоговой резолюции, пятой конференции, первонадцатой конференции, по выполненным и невыполненным пунктам. Ну, во-первых, хотелось так успешно сказать, что успешно развивается процесс консолидации наших общин, как внутри стран, так и на континенте в целом. Об этом говорят результаты ежегодных страновых конференций в странах региона. Также хочется отметить, что динамично развивается работа по организации проведения различных культурных мероприятий в наших страновых коллективах. Примером служат многочисленные репортажи о массовом участии соотечественников в устраивающих именном местах, национальных ярмарках, международных фестивалях, торжествах, празднования памятных дат и так далее. Такие репортажи поступают и довольно регулярно к нам из многих стран, особенно из таких, я бы хотел подчеркнуть, как Перу, Чили, Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Парагвай, Коба, Канада и так далее. Но эти страны, которые регулярно присылают свои репортажи, я бы назвал так, о своей деятельности, о тех мероприях, которые проводятся, и которые затем я всегда пересылаю руководству в департамент по работе с соотечественниками МИДа. Поэтому не думайте, что все ваши дела ни в коем случае никак не учтены. Добрые дела на благо нашего движения. Добрые дела на благо нашего движения.